Последователи великого мыслителя и ученого Владимира Вернадского представили свои исследовательские работы. В школе Сколково-Тамбов школьники, студенты, молодые ученые приняли участие в 20-х юбилейных юношеских чтениях. Наталья Киселева продолжит. Биоиндикаторы атмосферного воздуха, ксилоторфные паразитические грибы урочища, система подогрева грунта. Темы, казалось бы, фантастические и невозможные, но не для тамбовских школьников и студентов. Свыше ста исследовательских работ они представили на 20-х юношеских чтениях имени Владимира Вернадского. Десятиклассник Дмитрий Шевяков пять месяцев изучал систему подогрева грунта на основе позиторов. Саморегулируемые электронагревательные элементы, а проще говоря, механизм для подогрева почвы, стоят около тысячи рублей. В теплице размером 1 метр на 1 метр использовали четыре пластины. Экспериментальным путем было доказано, что с их помощью, прогревая грунт, урожай плодов стал в 2,5 раза больше, чем в обычной теплице. Мы взяли две теплицы с позиторной системы подогрева и без нее и посадили туда огурцы типа Герман. Мы начали за ними наблюдать и заметили, что в подогреваемой теплице огурцы начали давать плоды на 2-3 дня быстрее, чем в обычной теплице. Также высота растений была на 24% больше и ширина кроны на 34% больше. Тему была предложена сотрудниками кафедры электроэнергетики технического университета и выстроена она на идеях ученого Владимира Вернадского. К слову, на площадке юношеских вернадовских чтений свои лучшие проекты представят и педагоги Тамбовщины. Кто-то заочно, кто-то в очном режиме будет сегодня представлять свои лучшие практики по природопользованию в рамках метода и приема экологического воспитания, образования. 130 педагогических работников примут участие. Юбилейные 20-е юношеские чтения посвящены 155-летию со дня рождения основоположника теории о наосфере Владимира Вернадского. Сегодня школьники, студенты, педагоги и ученые Тамбовщины на основе его идей занимаются исследованиями в области геологии, биологии, геохимии, охраны окружающей среды и природопользования. Результаты представленных научно-исследовательских работ будут размещены в открытом доступе на сайте Института повышения квалификации работников образования. Наталья Киселева, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.